добрый день вот сейчас вы уже должны что-то слышать я просто смотрю на количество подключившихся и она наверное еще немножко не достает до ста процентов я точно не знаю сколько у вас всего в трех группах должно быть я думаю что немножко больше чем 66 или нет ну хорошо меня нормально слышно хорошо ну тогда давайте начинать собственно меня зовут александр и я вам буду читать курс про программирование языке c++ тут на первом слайде виден мой email куда можно писать и пусть старосты групп мне напишет со своими контактами чтобы можно было связываться по каким-то вопросам о чем сегодня мы будем говорить сегодня такая может быть не очень полезно с точки зрения изучения языка лекция будет небольшое вступление просто о чем мы будем говорить дальше буквально несколько слов про историю чуть-чуть про инструментарий и организационные различные вопросы мы обсудим про формат этого курса о чем этот курс мы посмотрим основные элементы языка c++ познакомимся с ним с нуля то есть мы не предполагаем каких-то знаний по языку c++ или по языку c но определенные знания предполагаются в принципе про знания архитектуры компьютеров программирования но то что у вас уже должно было быть мы немножко поговорим про некоторые инструменты для разработки программ на этом языке и немного про базовые навыки программирования и здесь некоторый акцент будет на так скажем промышленное прикладное программирование то есть мы не будем рассматривать системное программирование такой курс стоило бы сделать на базе языка c наверное и стоило бы сделать отдельный целый такой курс мы сосредоточимся на языке c++ язык этот весьма сложный о чем мы еще сегодня слегка поговорим и материала очень много то есть мы в этом семестре постараемся покрыть вот всю основную часть языка оставив за кадром лишь достаточно такие более специфические вещи и одного семестра для этого конечно достаточно маловато поэтому будет много теоретического материала но также хочется чтобы у вас была достаточно интенсивная практическая работа поскольку изучать язык программирования можно только на практике теория вам даже если вы ее выучите наизусть это она вам не даст этих навыков то есть курс будет наверное достаточно сложный судя по опыту но опять же судя по прошлому опыту вы на это способны то есть вы способны успешно пройти этот курс если вы не будете его игнорировать почему c++ и понятно что языков программирования очень много они очень разнообразные них была богатая история и почему мы выбираем и для чего мы выбираем язык c++ это язык на мой взгляд не универсальный то есть его нельзя назвать языком для всего и для всех когда же его имеет смысл выбирать предположим вам предстоит какой-то объемный сложный проект который будет длиться многие годы над которым будут работать возможно десятки людей в течение этих многих лет у этого проекта будет сложность концептуальная техническая организационная и что очень важно у этого проекта будут достаточно высокие требования по производительности один из вариантов другого языка который можно выбрать вы уже я думаю что знаете это java их нельзя рассматривать как прямые конкуренты но довольно часто они оказываются конкурентами и у java есть несколько ключевых отличий которые могут повлиять на ваш выбор в частности java это все-таки интерпретируемый язык да в рантайме у вас исполняется байт код и у вас есть джит который может вам на лету что-то преобразовать машинный код но все-таки вы не получаете машинный код на момент подготовки вашего программного обеспечения к запуску далее у java есть виртуальная машина это довольно сложная вещь и далеко не каждый программист на java хорошо разбирается в устройстве виртуальной машины java и понятно что в рамках мира java у вас есть несколько различных языков и вы легко можете подниматься выше писать на скала kotlin но когда вам нужно опуститься вниз то вы это скорее всего сможете сделать только до уровня виртуальной машины и если вам чего-то не хватает все еще на этом уровне то скорее всего вам придется с этим смириться еще один важный аспект это управление памятью в java у вас автоматическое управление памятью у вас garbage collector и хотя во многих задачах это нормально вам может оказаться что в какой-то момент в вашем сложном требовательном к производительности проекте кажется необходимо ручное управление памятью и вас перестанет устраивать автоматическое управление в java вы ничего с этим не сможете сделать еще один момент тоже можно учитывать это то что вам может понадобиться взаимодействие с другими другим программным обеспечением и например с какими-то библиотеками написанными кем-то другим и и тут у java тоже есть различные пути как это можно делать но они тоже не всем бесплатно и не всегда универсальны оси плюс плюс это язык который компилируется в машинный код то есть вы сразу получаете машинный код это язык он ну скажем так относительно высокоуровневый он не такой высокоуровневый как скажем питон ruby javascript haskell или еще что-нибудь из этой серии или например скала если мы вспоминаем опять про java мир но тем менее он имеет различные абстракции различные механизмы более высокоуровневой разработки тут есть опы тут можно местами писать декларативное тут есть шаблоны которые вам позволяют избежать ручного дублирования одинакового по структуре но разного по используемым типам кода ну и плюс шаблоны можно использовать даже для каких-то попыток метапрограммирования что правда много кем осуждается но тем не менее такой есть то есть он ну достаточно высокую при этом вы в любой момент можете опуститься вниз я вы можете опуститься до вашего железа то есть вы можете рассуждать о вашей программе в терминах инструкции процессора вы у вас полностью ручное управление памятью со всеми плюсами и минусами этого подхода и разработчики этого языка стараются добиться того чтобы ваши абстракции стоили не больше чем это необходимо в идеале и вообще ничего не стоило но что естественно не всегда получается это язык во многом совместимый с языком си как минимум совместим в плане использования библиотек и abi то есть вы очень легко можете использовать библиотеки которые имеют си интерфейс практически бесшовно но при этом в отличие от языка си он значительно более высоко уровнем при этом настолько же переносимый то есть возможно что не для всех платформ где есть язык си у вас будет язык си плюс плюс но для наверное большинства из них это будет так то есть вы можете писать переносимые программы писать сложные программы то есть когда вам нужны абстракции высокоуровневость но при этом вы в любой момент можете опуститься вниз и рассуждать в терминах уже непосредственно железо при этом вы можете при этом писать переносимые программы но если вам уж совсем нужно опуститься до конкретных архитектур процессоров например вы тоже можете это сделать и частично пожертвовать переносимостью например в каких-то местах вашего кода не затрагивая весь проект можете сделать несколько вариантов для нескольких архитектур например или что-нибудь в этом духе ну и еще один момент то что это один из самых распространенных языков прокладного программирования и скажем сейчас можно говорить о других конкурентах например языке rust но это далеко не так распространенный язык далеко не настолько устоявшийся и все таки это больше сейчас пока еще где в современном мире используется язык c++ но вот здесь я привел такой неполный перечень возможных областей и сразу можно заметить что это все как раз достаточно сложные проекты как например офисные пакеты какие-то сложные графические редакторы или сапры или компьютерные игры как ни странно браузера они тоже попадают в категорию сложных проектов это действительно сложные примеры программного обеспечения различные реализации java скрипта которые уже не связаны напрямую с браузерами и которые вы можете использовать в своих программах независимо от браузера как например в 8 spider monkey базы данных что в общем тоже понятно вот mongodb и scylla db они насколько я помню во многом написано c++ вот например maria db уже частично также можно вспомнить интернет поисковики ну или просто в общем системы информационного поиска google яндекс они очень активно используют c++ именно для реализации вот этих своих частей ну и можно также вспомнить про финтех где у вас есть очень высокие требования по производительности но при этом система тоже очень сложная и язык c++ тут тоже активно используется и в какой-то момент автор языка ярный страуструб если мне не изменяет память как раз морган стэнли и работал я не помню до сих пор он там числится или нет вот теперь немного про формат курса у нас будут лекции у нас будут какое-то количество дополнительных еще таких небольших лекций вебинаров есть несколько записей с прошлого года которые можно посмотреть а потом можно просто их обсудить если будут вопросы может быть будет что-то именно для этого года в живом формате на большинстве лекциях я буду рассматривать небольшие примеры иллюстрация то есть какие-то примеры программ и по их мотивам у вас будут небольшие задания которые можно делать также у вас будут большие задачи которые нужно делать будет соревнование такое небольшое соревнование по скорости для одной из больших задач где ваши решения будут сравниваться друг с другом на каких-то нагрузочных сценариях и и если кто-то что-то решение при этом хорошо себя покажет то он получит дополнительные баллы за это вся сдача заданий будет через код-ревью на гитхаб возможно многие из вас уже гитхаб знакомы и что там делали но в любом случае с этим полезно познакомиться поскольку в реальной промышленной разработке у вас скорее всего будет код-ревью не обязательно гитхабе но в той или иной форме будет поскольку все вменяемые команды используют этот подход но чуть подробнее про работу над задачами мы поговорим еще на следующей лекции и у вас будет в конце экзамен который надо будет стать и если задача это больше практическая работа то экзамен будет достаточно теоретический то есть вам стоит также изучить весь теоретический материал и его постараться переварить и заполнить некоторая литература на самом деле книг очень много по языку c++ их было просто огромное количество лет 15-20 назад большая часть из того что было и может быть и до сих пор очень низкого качества на мой взгляд очень часто особенно русскоязычные авторы писали книги которые как-то назывались в духе язык c c++ это в корне неверно поскольку языки разные и смешивать их не стоит да и в принципе большинство этих книг были не очень хорошие здесь я привел достаточно приличные примеры и первые три места это автор языка ярный страуструб собственно логично что стоит попробовать в первую очередь почитать его первая книга его это такое как раз введение в язык c++ возможно даже для людей которые еще не очень хорошо программируют которые только начинают изучать она очень толстая сразу предупреждаю и на самом деле сам я ее не читал но я знаю что она неплохая и можно ее пытаться читать если вас не пугает толщина вторая его книга это больше описание самого языка я читал по-моему как раз то издание которое я здесь привел 2000 года я его и читал на мой взгляд она очень скучная точнее она эта книга но можно ее почитать чтобы просто получить такую обзорную картину языка можно ее читать как справочник то есть от начала до конца просто выборочными местами третьего книга она не совсем про изучение языка c++ она скорее для тех кто кому интересна история этого языка кому интересно как он таким получился этот раз про то как язык создавался и дальше эволюционировал дальше можно упомянуть липмана он основной автор там кроме него есть еще авторы и книжка тоже весьма толстая хотя возможно не такая толстая как вот первая книга страус трупа и тоже я листал эту книгу причем по моему предыдущие издания ее сложно наверное читать от начала до конца но как справочник ее тоже можно использовать далее не совсем книга по изучению языка но собственно даже в англоязычном варианте было две книги на русском издали как одну это полезно уже для более такого продвинутого изучения языка там рассматриваются какие-то сложные случаи и как лучше их решать в рамках языка и на последнем месте я просто имя автора тут написал николай ясатес или не уверен точно как он правильно читается у него есть несколько книг у него есть неплохая книга про шаблоны в языке c++ и еще несколько достаточно свежих книг у него было написано я их не смотрел но в принципе автор неплохой да также мы про exceptional c++ сказали что русском переводе там одна только книга на там же есть еще новые сложности на c++ может быть я просто не мониторю рынок книг честно говоря очень давно не пытался читать никаких книг в программировании поэтому да вполне возможно что в последнее время уже что-то поменялось в этом плане но по крайней мере вот на эти примеры можно ориентироваться ну если есть что более свежее от этих авторов то конечно тоже это можно брать герб саттер он очень часто заступает на всяких конференциях про язык c++ он такой как это часто называют евангелист языка c++ то есть он его продвигает он работает в микрософте и работает над развитием языка c++ ну вот он постоянно осуждает использование шаблонов ну точнее не в принципе а метапрограммирование используем шаблонов чем я не совсем согласен тем менее вот можно его смотреть записи на конференциях это всегда очень интересно ну по крайней мере если у вас уже есть некоторые представления в языке c++ теперь немножко совсем немножко про историю зачем собственно в начале когда компьютеры появилась языков программирования еще не было и понятно что языки программирования это не для компьютеров это для людей процессор работает с инструкциями которые закодированы каким-то числами и по идее можно писать все в машинном коде именно с машинным кодом процессор работает его исполняет и вначале естественно программ писали именно так но очевидно что это неудобно то есть это неудобно читать надо очень много помнить про конкретный процессор и жонглировать в голове всеми этими числами силу конечно людям но очень эффективно следующий шаг это ассемблер просто ввести какую-то мнемонику для всех этих чисел какие-то вот такие понятные более менее слова то есть все инструкции у нас как-то называются как-то называются их операнды ну и тому подобное понятно что это по-прежнему не очень удобно читать это удобнее стало читать но все-таки не очень намного слишком много деталей тяжело воспринимать программу целиком такой текст получается слишком большим слишком длинным ну и кроме того что это неудобно читать это еще утомительно писать поскольку приходится разжевывать каждый шаг что процессору нужно сделать в тот или иной момент а мы хотим все-таки разговаривать с компьютером на ком-то более высокого уровня в языке и говорить что мы хотим получить но не хотим расписать деталях как это компьютер должен делать плюс существенно еще недостаток этого всего то что вы программируете для конкретной архитектуры то есть нельзя взять тот же машинный код и запустить его на другой архитектуре процессор ассемблер тоже привязан к конкретной архитектуре и хотя многие типовые команды не повторяются от процессора к процессору тем не менее все-таки в ассемблере у вас все команды связаны с конкретной архитектурой процесса история языков программирования очень богата очень интересная и мы про нее говорить не будем просто буквально в паре слов скажем один из первых языков был фартран язык математических вычислений и он наверное повлиял так ли иначе на все современные языки не только он конечно но как один из первых действительно более-менее высокорунивых языков он наверно повлиял на все затем нам важен еще язык символа это один из первых объектно-ориентированных языков тоже как видите очень старый и он является прямым родителям языка c++ поскольку именно из этого языка берн страуссруб взял идею ооп и как она реализована и третий самый важный для языка c++ язык это язык c это эффективный процедурный язык самый молодой как ни странно из этих трех ну точнее насчет фартран это не странно а вот то что ооп язык был раньше это сейчас возможно немного странно звучит язык c++ был основан на языке c и до сих пор во многом как я уже говорил сохраняется с ним совместимость он был разработан как язык для системного программирования то есть именно на нем на него переходили с ассемблера для написания системного программного обеспечения и он один из самых переносимых языков то есть сложно найти архитектуру для которой нет компилятора языка c точнее инструментария языка c например пишите что-нибудь для каких-нибудь контроллеров встраиваемых систем то вполне возможно что вы будете писать на этом языке немного по классификации языков очень много и мы хотим водить куда классификацию для них чтобы лучше понимать где какой язык расположен и какие у какого языка есть свойства мы уже про это упоминали один из главных признаков это компилируемые интерпретируемые языки в случае с компилируемыми языками вы получаете машинный код который исполняется на конкретной архитектуре компьютеров и скорее всего в конкретной операционной системе даже интерпретируемые языки они исполняются точнее интерпретируются уже в рантайме когда программа работает и они одинаково интерпретируются на всех платформах где есть их интерпретатор или виртуальная машина наш язык c++ относится к компилируемым языкам например питон относится к интерпретируемым видно что большой плюс компилируемых языков то что вы получаете машинный код то есть вам не нужно на этапе исполнения тратить время на преобразование из какого-то промежуточного представления или вообще напрямую из текста вашей программы в инструкции процессора это быстрее плюс интерпретируемых языков это то что вам проще их переносить между архитектурами то есть при написании программы выбрать не думайте просто везде где есть интерпретатор ваша программа будет работать далее императивные и декларативные языки императивные языки это те языки где вы объясняете компьютеру как должен решать поставленную задачу декларативные языки вы пытаетесь описать вашу задачу что хотите получить надежды что транспорта транспорта языка сам объяснит компьютеру как это решать и язык C, C++, Java это примеры в первую очередь императивных языков хотя C++ и Java поддерживают и другие парадигмы но в первую очередь это все-таки императивные языки ну а такой яркий пример декларативного языка это Haskell язык функционального программирования где вы имеете дело с абстракциями совсем другого уровня и действительно именно описываете вашу задачу казалось бы декларативные звучит лучше но сделать получить эффективное представление представление вашей программы из декларативного языка гораздо сложнее чем из императивного поскольку тут транслятор должен сам придумать как решать вашу задачу и это не всегда возможно в общем случае и в случае с императивными языками программист имеет больше контроль именно над тем как программа будет работать поскольку он описывает императивно шаги которые должен стать процессор ну и так далее поддержка различных парадигм это да часть связана с императивными противодекларативные но все-таки более широкий вопрос например ООП в принципе многие ООП наверное растут из все-таки декларативного подхода но на практике ООП есть во многих императивных языках и сделано оно не так чтобы декларативно функциональное программирование это вот опять же возвращаясь к примеру про Haskell где ваша программа она во многом похожа на какое-то математическое описание задачи ну и из этого описание транслятор вам делает уже вашу исполненную программу там вы более близки действительно к математическому описанию у вас часто нет каких-то побочных эффектов и о таких программах возможно проще рассуждать особенно математически подкованным людям но это не всегда удобно ну простейший пример когда вы пишете на Haskell там у вас все функции чистые никаких побочных эффектов нет ну а что такое чистая функция если вы ее вызываете с одним и тем же набором аргументов то она всегда дает один и тот же результат с точки зрения математики это очень хорошо и правильно но когда ваш программа работает ее результат исполнения это скорее всего сплошные побочные эффекты если у вас программа всегда для одних и тех же вводных данных будет выдавать один и тот же результат то вы сможете этот результат просто посчитать и больше не запускать эту программу например большинство программ они все-таки не такие они взаимодействуют с пользователем они взаимодействуют с другими программами они взаимодействуют с чем-то там по сети и тому подобное это все побочные эффекты и вот например вы пишете на Haskell все очень чисто нет побочных эффектов в этом просто рассуждать но в какой-то момент вам захотелось добавить вкладочную печать и программа уже сложная вам уже не хватает ваших способностей рассуждать об этой программе вам хочется просто посмотреть что она делает чтобы ее поотлаживать и внезапно оказывается что это совершенно не вписывается в идею чистоты поскольку отладочная печать это как раз побочный эффект и тут у вас на Haskell сразу начинаются сложности вы обращаетесь к монадам когда у вас много монад у вас еще больше сложностей вы начинаете пользоваться трансформерами монад но это гораздо сложнее на императивном языке все очень просто вы просто добавляете вкладочную печать все в вашу функцию даже если функция была чистой она останется она перестанет быть чистой у нее появятся побочные эффекты но вы решите вашу сиюминутную задачу есть еще логические языки программирования например пролог и там программа это скорее уже совсем такое математическое точнее логическое описание какой-то проблемы в терминах различных условий и тому подобное и транслятор он не столько вам наверное создает какой-то машинный код сколько по большому счету решает вашу задачу логическую c++ у нас имеет ООП и там местами можно описать в функциональном стиле но это не основной стиль далее типизация статическая типизация или динамическая типизация статическая типизация это когда на момент компиляции все типы всех сущностей с которыми работает ваша программа они известны динамическая типизация это когда они на этом этапе неизвестны а выясняется возможно уже на этапе исполнения ваша программа c++ имеет статическую типизацию Haskell про который мы раньше только что говорили тоже имеет статическую типизацию а вот например Python или JavaScript имеют динамическую типизацию Java в первую очередь имеет статическую типизацию но когда вы начинаете пользоваться динамическими ну да наверное это тоже стоит относиться к статической типизации просто в этот момент у вас происходит стирание типов и строго говоря в именно байт коде уже информация типов при этом не остается ну да ну ладно я не буду пожалуй влезать в эту тему поскольку Java я не занимаюсь чем хороша статическая типизация тем что на этапе компиляции или по крайней мере на этапе обработки первичные программы все типы становятся известными и вам также становятся известными ошибки связанные с неправильным использованием типов в вашей программе и это довольно большой класс ошибок и это наверное главный аргумент тех кто за статическую типизацию то что это помогает искать ошибки в программах недостатком статической типизации является то что ну во первых надо капилятору или транслятору сделать больше работы во вторых иногда это не очень удобно бывает ну и да примеры динамической типизации это например Python или JavaScript где вам уже на этапе исполнения становятся известны те или иные типы ваших сущностей ну вот наверное самый простой пример когда динамическая типизация это очень удобно это когда вы пишете какую-то функцию например сложение двух сущностей в случае статической типизации вам нужно заранее ограничить над какими типами она работает может быть это будут числа может быть это будут вообще только целые числа может быть еще что-то а может быть вы хотите эту функцию использовать для конкретизации строк например где-то и тогда вам надо сразу определиться что она будет работать только над строками в случае динамической типизации вы этим не занимаетесь и если у вас на этапе исполнения эта функция всегда вызывается для тех типов для которых операция имеет смысл то все хорошо то есть эта функция ваша будет автоматически работать для всех таких типов и вам нужно ее написать один раз и дальше в программе уже когда вам захочется ее использовать вы для тех типов которые есть в данном случае для тех вы будете использовать со статической типизации это не так плюс большой и минус статической типизации это то что в большинстве случаев вам нужно руками прописывать типы это тоже бывает неудобно есть варианты когда вам транслятор сам вывод типы как например в хаскеле и это конечно очень сильно сокращает вашу ручную работу но это тоже не универсально не всегда работает иногда вам приходится еще разбираться в устройстве системы вывода типов чтобы понять почему у вас так происходит как происходит но это да это недостаток в языке C++ вам приходится большая часть типов прописывать руками и сразу определять у вас есть достаточно ограниченная поддержка автоматического вывода типов которые работают в совсем простых случаях и позволяют экономить усилия в таких простых случаях плюс есть шаблоны которые позволяют применять один и тот же код для разных типов но тоже это все происходит на этапе компиляции и ошибки вы получите при этом именно на этапе компиляции далее у нас может быть еще сильная типизация или слабая типизация и что это значит насколько ваш язык сильно контролирует совпадения наверно типов и можно вспомнить какие то совсем уже такие языки с сильной типизацией вроде в паскале так было что вы даже не все числа можете между собой складывать то есть у вас типы должны совпадать очень точно иначе у вас будет ошибка а такой другой крайний пример слабой типизации это например javascript где вы можете число сложить со строкой и с точки зрения языка это абсолютно нормально хотя с точки зрения человека это редко когда бывает нормально только когда вы хотите число напечатать строку только в этом случае язык c++ он скорее относится к сильной типизации хотя возможно к не самой сильной язык поддерживает различные неявные преобразования между типами для тех для самых типовых случаев когда это разумно и когда это не должно давать негативных эффектов в этом плане хаскель наверное даже более сильно типизирован там например вам придется явно приводить целое число к вещественному числу чтобы совершить над ними какие-то общую операцию питон он у нас был в разряде динамической типизации но при этом у него типизация достаточно сильная и строку с числом там сложить не получится у вас будет ошибка хотя скорее всего эта ошибка будет уже на этапе исполнения ну а джаваскрипт как я уже говорил это слабая типизация или например язык схема там тоже насколько я помню типизация достаточно слабая ну и последнее о чем можно сказать хотя это в первую очередь конечно актуально для функциональных языков это энергичные и ленивые языки что это значит энергичные языки производят вычисления как только они их встречают ленивые языки пытаются откладывать момент выполнения какого-то вычисления до того этапа когда нужен результат этого вычисления чтобы продвинуться дальше например вы вызываете какую-то функцию у него есть несколько аргументов вы в качестве каждого аргумента передаете в эту функцию какое-то выражение каждое это выражение чего-то вычисляет и потенциально оно может быть достаточно затратным для вычисления энергичные языки сделают вычисление всех этих выражений в момент вызова этой функции ленивые языки сначала вызывают эту функцию и только когда уже в процессе выполнения этой функции им понадобится результат того или иного выражения то есть конкретное значение того или иного аргумента только тогда они запустят процесс вычисления и только для этого аргумента если в ком-то пути в этой функции не все аргументы понадобятся то ленивые языки тут сэкономят это в основном конечно актуально для функциональных языков и я не помню примеров ленивых императивных языков c++ у нас конечно же энергичный язык а Haskell это пример ленивого языка при этом далеко не все функциональные языки являются ленивыми например Acamel является энергичным функциональным языком и так мы примерно выяснили где же находится наш язык который мы будем изучать это императивный компилируемый сильно статически типизированный и энергичный язык но с поддержкой ООП и частичной поддержкой функциональной парадигмы как появился этот язык Биарна Страуструб он занимался моделированием каких-то аспектов распределенных операционных систем ему нужно было это программировать эти модели ему хотелось делать это высокоуровнево он хотел работать уже с какими-то абстракциями и не хотел это писать на том низком уровне который давал ему например язык C и он начинал это делать на языке символа и все было хорошо его язык полностью устраивал кроме одного момента его программы его модели оказывались слишком медленными непригодно медленными для его целей он мог взять язык C и язык C давал ему скорость нужную но не давал высокоуровневости абстракции и кроме того на тот момент язык C был на самом деле не очень сильно типизирован например тогда при объявлении функций не указывались типы их аргументов в современном языке C это уже не всем так но вот тогда и в те времена в 70-е годы так было страустропу хотелось более сильной типизации чтобы лучше обнаруживать ошибки и соответственно его идея была надо как-то соединить лучше от этих двух языков и ему хотелось ООП ему хотелось чтобы пользователь мог вводить какие-то свои абстракции ему хотелось эффективности более сильной типизации еще одна из его основных идей то чтобы ему не нужно было платить за то что он не использует то есть когда язык отходит от идеи максимальной эффективности и вы расплачиваетесь этим за какие-то более удобные абстракции потери производительности то чтобы это было не обосновано только вот вы платите только за то что вам реально необходимо еще одной важной идеей у него было то чтобы реализация языка была достаточно простая ему не хотелось делать то не хотелось делать одноразовую какую-то вещь то есть он его пишет решает на нем свою текущую задачу и после этого язык умирает ему этого очень не хотелось ему хотелось чтобы язык был полезен не только ему и чтобы он легко распространялся и для этого ему конечно же хотелось использовать уже существующие инструменты ну плюс это сильно упрощало создание языка если бы он на чем-то базировался а также он всегда не любил и не любит до сих пор лишние ограничения на стиль программирования то есть одна из таких вот идея страустропа которую он постоянно продвигает это то чтобы программист на программиста не накладывались лишние ограничения чтобы у программиста была свобода выражения и все это отразилось в языке C++ да у нас есть чат где можно что-нибудь писать и в частности тоже там задавать вопросы если хотите изначально то что сделал страустроп это была просто небольшая надстройка это языком C и он назвал это C с классами то есть просто добавил такой небольшой дополнительный этап обработки программы чтобы он в программе мог писать какие-то классы какой-то ООП но оно потом разворачивалось в обычный язык C причем разворачивалось эффективно потому что ему хотелось эффективности и отсутствие необоснованной стоимости он добавил там немножко больше типизации это в принципе уже было почти полноценное ООП с наследованием для эффективного реализации ООП он добавил встраиваемые функции то есть функции которые не транслировались в машинный код этой функции и потом в вызов этой функции а просто текст этой функции встраивался в те места где он используется и дальше там раскрывались аргументы но язык стал развиваться собственно что он еще добился основываясь на языке C он добился хорошей переносимости поскольку язык C был уже на тот момент очень распространен и хорошо переносим поскольку Strauss базировался полностью на инструментарии языка C просто с небольшим таким добавлением то он сразу получил возможность распространения своего языка чтобы не только он мог его использовать но и другие люди в разных местах на разных архитектурах и язык стал развиваться в какой-то момент ему предложили назвать его C++ то есть такой аллюзия на то что это следующий шаг после языка C хотя на самом деле конечно не всем так и язык вырос в то что нельзя назвать следующим шагом после языка C потому что у них совершенно разные ниши и язык C это до сих пор язык системного программирования а C++ это все-таки язык прикладного программирования и вот где-то к началу 90-х C++ уже сформировался практически таким каким мы его сейчас знаем и каким мы его по крайней мере знали практически в течение 20 лет пик популярности языка тоже пришелся на 90-е и начало 2000-х и в какой-то момент он даже был стандартизирован то есть был опубликован международный стандарт языка и это конечно очень сильно помогло совместимости между разными реализациями языка C++ поскольку на тот момент уже это был не просто инструментарий C более сложная надстройка и наличие стандарта конечно очень сильно помогло переносить программу между разными реализациями языка C++ в конце 90-х появилась наверное самая большая самая известная библиотека для языка C++ Boost здесь много всего это библиотека наверное базовой помощи для программиста то есть туда входит то, чего может быть языку не хватает но программисту хочется и многое из вещей, которые появились в Boost они постепенно перекочевывают в стандарт языка C++ вот 20 лет язык почти не менялся и в какой-то момент уже стало очевидно что он немножко устарел и начал терять свои позиции и другие языки стали пытаться его вытеснять появился например у Microsoft язык C Sharp ну и тому подобное и тогда инициативная группа которая занималась стандартизацией языка начала достаточно существенную работу над модернизацией этого языка и теперь начиная с 2011 года каждые три года выходит новый стандарт языка C++ первый вышел в 2011 году ну и вот сейчас текущий опубликованный стандарт это стандарт 2020 года ну они так называются C++11, C++14 и так далее и в этих вот новых стандартах язык был сильно модернизирован например там появились лямбды там появилось вот то частично автоматический вывод типов про которые я говорил ну и очень много другое на данный момент наиболее актуальным является все таки 17 стандарт поскольку реализация языка они немножко отстают от стандартов и сейчас насколько я помню полной стопроцентной поддержки 20 стандарта еще нет ни в одном компиляторе ну хотя наверное она такая 99% для всех основных компиляторов ну и кроме того новый стандарт он не сразу идет в использование когда вы занимаетесь именно промышленной разработкой вот в нашей компании мы пока используем 17 стандарт и на 20 пока еще не переходили и это не знаю насколько скоро случится и в этом курсе мы в основном будем все-таки фокусироваться на 17 стандарте ну и понятно на все всем что в него входит про 20 стандарт мы особо говорить не будем вопрос про обозначения вот в природе сейчас например обозначение c плюс плюс 0 3 и это относится к стандарту 2003 года а вот 0 7 я ни разу не встречал честно говоря поэтому не знаю где это вы это увидели ну про историю это в общем то все теперь несколько слов про такую вещь как абстрактная вычислилительная машина понятное дело что когда мы пишем на высокоуровневых языках мы далеко не всегда думаем про конкретные подробности того железа на котором будет исполняться наша программа поэтому часто говорят о таком о такой вещи как абстрактная вычислительная машина и у нее условно такие характеристики как вы видите слева то есть знакомая вам архитектор фон неймана последовательное исполнение какая-то такая линейная непрерывная память более или менее человеческие понятия чисел ну и тому подобное понятно что в реальном железе все совсем не так и у вас есть всякие такие особенности как big endian little endian битность процессора если целые числа обычно представляются более или менее понятно хотя когда речь заходит уже о знаковых числах то там тоже могут быть разные сложности то дробные представляется довольно сложным образом ну вы про это все знаете у вас память оказывается внезапно многоуровневой и цена доступа к разным уровням очень сильно различается у вас начинаются такие подробности как реальный защищенный режим работы у вас появляется виртуальная память ну и что очень важно у вас появляется про релизм то есть даже исполнение одной вашей программы может оказаться уже далеко не последовательно ну и такие уже более специфические вещи как например вычисления на видеокартах и тому подобное это тоже естественно то о чем обычно вы не думаете в прикладном программировании и каждый язык вам дает какие-то абстракции вот какие абстракции у нас были до C++11 у нас было последовательное исполнение программы в рамках по крайней мере наблюдаемого поведения что это такое мы скоро скажем то есть у нас не было вообще идеи про релизма в стандарте языка целые числа они были близки к их машинному представлению но тоже не всем так и в стандарте были описаны просто какие-то правила которым должны целые числа подчиняться эти правила меняются со стандарта к стандарту вот беззнаковые числа были немножко ну были достаточно близки к своей аппаратной реализации про дробные числа было известно только их примерной точности диапазон конкретная реализация дробных чисел не навязывалась исключения были прописаны лишь в терминах их вскору него поведения без подробности реализации были некоторые такие обтекаемые определения о том как сложные объекты упаковываются в памяти но без существенных подробностей и реализации было дано на откуп достаточно много свободы это было как минимум до 11 стандарта что же поменялось в 11 стандарте на самом деле не так много но очень важные вещи появилась модель памяти которая учитывает параллельное исполнение и теперь в рамках вашей программы на языке C++ вы можете оставаясь в рамках стандарта языка то есть переносимо между разными компиляторами рассуждать о свойствах вашей программы с точки зрения параллельного исполнения это очень большая тема и в этом семестре мы это не будем затрагивать поскольку объять необъятная и это достаточно сложная тема управление многопоточностью было добавлено в стандартную библиотеку что тоже очень важно поскольку раньше для использования многопоточности в программах вам приходилось использовать какие-то сторонние библиотеки которые были специфичны для тех или иных операционных систем и у вас появились конструкции для высокоуровневого управления параллелизмом это вот самые основные вещи которые поменялись именно с точки зрения абстрактной вычислительной машины в стандарте языка но в основном в этом семестре нам это все не очень пригодится что нам стандарт гарантирует что не гарантирует то есть некоторые вещи стандарт нам гарантирует вне зависимости от реализации языка то есть это везде где компилируется ваш программа на языке c++ должно исполняться вот например такой фактор что размер значений типа int он должен быть не больше размера значений типа long ну и многое другое естественно вот что такое наблюдаемое поведение поскольку этот язык служит для написания производительных программ компилятору оставлена довольно большая свобода чтобы он мог что-то менять в вашей программе для достижения большей производительности и например ему позволено достаточно сильно менять порядок исполнение вашей программы но только если это не влияет на наблюдаемое поведение что такое наблюдаемое поведение когда вы вашу программу запускаете то по ее взаимодействию с внешним миром это и будет наблюдаемое поведение то есть вы что-то подаете на вход она что-то вам выдает на выход это то что можно наблюдать не заглядывая в исполнение машинного кода и вот это наблюдаемое поведение компилятор не может менять а вот все что не оказывает влияние на наблюдаемое поведение компилятор теоретически менять может ну и то что не противоречит каким-то другим гарантиям языка то есть компилятор может легко переставить местами какие-то ваши инструкции которые вы написали и когда у вас начинается параллельное исполнение вашего кода то это становится очень важным и как раз наличие вот этой модели памяти оно вам помогает иметь хоть какие-то гарантии в этой сфере у нас есть еще implementation defined behavior и тут стандарт нам говорит что поведение программы может различаться зависит от реализации но это различие оно должно быть задокументировано то есть беря какую-то реализацию какой-то компилятор языка вы можете узнать какое поведение будет в этом случае и примером такого implementation defined behavior это размер например различных типов чисел вот то что например size of int, size of long то есть конкретное значение этого размера зависит от реализации а стандарт нам гарантирует что размер int не больше размера long есть еще такая штука как unspecified behavior и тут поведение просто зависит от реализации оно должно быть детерминированным но оно не обязательно будет даже задокументировано и пример такого поведения это в ком порядке будут вычисляться аргументы при вызове функции они все будут вычислены до начала исполнения тела функции но в ком порядке стандарт нам ничего не гарантирует и совершенно точно этот порядок различается между несколькими компиляторами поэтому если вы завязывались на какой-то пробочный эффект при вычислении аргументов функции и другой аргумент вашей функции зависит от результата этого пробочного эффекта от первого аргумента то вас ждет неприятный сюрприз мне такие примеры попадались в рабочей практике и самое печальное это undefined behavior то есть стандарт вообще не накладывает никаких ограничений на поведение в этом случае и это конечно же однозначно неправильное поведение если у вас где-то в программе случается undefined behavior значит ваша программа некорректна с точки зрения языка почему стандарт дает такое обтекаемое понятие как undefined behavior а не говорит что здесь должна быть такая-то ошибка опять же чтобы дать компилятору больше свободы компилятор может вообще игнорировать все случаи undefined behavior как будто бы их не может вообще случиться в программе потому что если вы запрограммировали такое ну вы сами виноваты что при этом произойдет неизвестно гипотетически может произойти что угодно но понятно что каких-то совсем страшных вещей типа взрыва вашего компьютера не произойдет но ваше право может работать корректно может работать некорректно может работать корректно на одной архитектуре но работа некорректно на другой архитектуре и тому подобное undefined behavior надо однозначно избегать ну и примеры такого undefined behavior например разменование нулевого указателя вам по стандарту никакой внятной ошибки здесь не гарантируется возможно ваш программа упадет просто в процессе работы а может быть и нет другой интересный пример undefined behavior это переполнение в знаковой арифметике то есть когда понятно наверное что целые числа имеют определенный размер поскольку здесь мы в языке c++ работаем достаточно близко к железу и их размер связан с конкретной архитурой процессора вот да тут замечание в чате что многие компиляторы это учитывают и флагом компиляции можно много ошибок отловить но на самом деле в error это про ворлинги то есть компиляторы вам выдают какие-то предупреждения компиляторы да сейчас уже достаточно умные они вас часто о чем-то предупреждают и вот ключ в error он вам позволяет просто сделать все предупреждения ошибками то есть ваша программа не будет компилироваться если у вас есть какие-то предупреждения от компилятора но это покрывает не весь спектр undefined behavior есть например другие средства статического или динамического анализа ваших программ которые служат для этих целей например есть у силенга и gcc undefined behavior sanitizer то есть он будет контролировать некоторые примеры undefined behavior на этапе исполнения вашей программы то есть при компиляции вам вход будут добавлены дополнительные инструкции которые сделают ваш правом немножко менее эффективной но зато вы сможете отлаживаясь обнаружить такие примеры некоторые я говорю про числа например у вас могут быть 16 битные числа целые если они знаковые это значит что у них диапазон от минус 32 768 до плюс 32 767 у вас будет переполнение и вот когда речь идет про знаковые целые числа такое переполнение будет undefined behavior немножко неожиданно поскольку скорее всего у вас результат будет вполне предсказуем но для данной архитектуры процессор но язык вам не дает здесь никаких гарантий и компилятор он волен делать какие-то оптимизации которые считают что такого вот случае у вас программе никогда не будет и иногда вот сочетание этих факторов что компилятор делать какие-то оптимизации а у вас происходит какой-то undefined behavior который вроде бы но такое безопасное оно может дать интересный спецэффект в общем наличие undefined behavior в программе это делает программу просто некорректно ну а теперь давайте посмотрим на пример какой-то простенькой программы языке c++ что мы здесь видим в любой программе на языке c или c++ у вас есть функция main это просто главная точка входа вашей программы когда она будет скомпилирована в машинный код то эта точка входа будет известна загрузчику операционной системы и он начнет исполняет вашей программы с этого места здесь у нас в этой программе больше ничего нет кроме функции main то есть это фактически все что наша программа будет делать при своем запуске дальше мы здесь видим несколько переменных мы здесь используем какой-то тип который судя по названию является строковым то есть у нас видимо здесь строчки затем мы делаем что то что на самом деле является считыванием строки из потока стандартного ввода если если вы если у вас был какой-нибудь курс про операционной системы или просто вы имели дело с линуксом по сексом то вы скорее все это знаете и возможно просто знаете даже если у вас такого не было опыта что у программы который имеет интерфейс командной строки есть традиционно три потока поток ввода поток вывода и поток вывода ошибок и это просто такие абстракции где либо вам на вход идет какой-то текст и вы ваша программа может его считывать либо на выход программа печатать какой-то текст если вы программу запускаете из терминала то вы соответственно можете там в терминале что-то печатать это пойдет на вход то что программа печатает вам вы увидите в терминале вопрос алгоритмы стандартной библиотеки умеют работу с бросающими функциями ну смотря что понимать умеют про исключения если тут речь конечно про исключения мы будем говорить нескоро и стандартная библиотека языка c++ она рассчитана на использование исключений то есть какие-то механизмы оттуда могут выбрасывать исключения но в целом она вся рассчитана на то что код может бросать исключения хотя опять же с точки зрения с целью оптимизации какие-то части кода могут быть помечены как свободными от исключений и тогда даже если в рантайме у вас там произойдет исключение ваша программа просто прекратит свое исполнение немедленно но зато эти вот часть они могут быть сделаны более эффективными за счет того что они не ожидают исключения никаких но в рамках вот этих двух подходов исключения везде ожидается на пути естественно что мы здесь еще видим мы прочли какую-то строчку и стандартного ввода так еще вопрос ага кто-то просто смотрит вперед ну ладно мы сейчас до этого дойдем у нас две строки одну мы прочитали на вторую мы делаем одинакового размера с первой а затем мы делаем что-то что называется трансформацией но на самом деле это то что возможно вам знакомо по функциональным языкам как map или пом из математики это отображение и снова пространство в другое то есть значение из одного множества мы отображаем значение из другого множества естественно у нас императивный язык у нас тут не чистая математика но трансформа он делает примерно это то есть он одни значения последовательность точнее из одних значений он преобразует в последовательность из других значений записывая это в нашу новую строчку которую мы сделали размера того что и первое вот а трансформация здесь очень простая символы ну вы видите что мы работаем с четырьмя символами преобразуем их другие четыре символа а если мы нам встретился один из каких-то других символов незнакомых то мы здесь как раз выбрасываем исключения то о чем вот в чате как раз писали опять же про исключения мы будем говорить не очень скоро здесь будет просто вы выброшено исключение виде строки и у нас исполнение на самом деле программы всей прервется поскольку мы здесь никак эти исключения не обрабатываем нас будет просто программа завершена с ошибкой ну а потом мы полученную строчку вводим в стандартный поток вывода так кто-то уже захотел монад но к сожалению все просто с монадами плохо у нас действительно есть в языке некоторые вещи которые работают почти как монада но у нас к сожалению нет никого механизма поддержки со стороны языка даже если мы напишем какую-то монаду она у нас не будет никак компоноваться с другими монадами и это очень серьезный недостаток который нам не позволит писать в стиле хаскеля писать по-настоящему обобщенно поэтому увы но лучше сейчас считать что монад в языке северосус нет и действительно это выглядит как генетика наверное многие из вас увидели что это просто получение комплементарной днк у нас днк молекула состоит из двух нитей которые завиваются такой красивой спиралькой и в эти две нити соединяются а соединяется ст ст а c sg и от cg это просто название нуклеотидов то есть каких-то других небольших молекул из и ровно из четырех таких молекул стоит днк всех живых организмов на земле этот процесс он происходит когда например ваши клетки делятся то днк надо скопировать и вот этот процесс у вас днк расшивается на две нитки и каждая нитка копируется таким образом то есть у вас есть какая-то другая молекула которая едет по одной нитке и для каждой а делает t для каждой t делает а и так далее также это происходит когда ваша днк используется для по своему основному назначению для производства белков в ваших клетках ну или не в ваших клетках а в клетках других живых организмов это такой фундаментальный процесс во всех живых организмов вот я просто его пример привел в пример чтобы было чуть-чуть поинтереснее и наверное понятно тем кто хоть немножко знает биологию что здесь нужно совсем чуть-чуть изменить чтобы получить не копирование днк а производства рнк из днк потому что в рнк у нас один нуклеотидов заменяется на другой что мы еще здесь можем увидеть в этой программе наша функция main завершается возвратом числа 0 и это такое соглашение для всех программ командной строки если они успешно выполнились они должны вернуть 0 точнее функция main естественно в терминале если вы это если вы работаете командной строкой вы можете контролировать код возврата и понимать успешно было ваше завершение или нет стандарт языка c++ позволяет нам не писать этот ритм и тогда будет автоматически реализовано возвращение нуля еще мы здесь можем видеть что мы подключаем что-то внешне мы еще не знаем что что именно происходит здесь в этих вот первых инструкциях но это явно подключение каких-то внешних библиотек но и об этом мы поговорим через несколько лекций но принципе более подробно уже о синтаксе языка мы будем говорить на следующей лекции я говорил что язык c++ он сложный я вас не обманывал он действительно сложный даже если рассматривать все современные языки он один из самых сложных наверное и эта сложность к сожалению она такая технологическая то есть если например язык хаскель он сложен наличием каких-то сложных абстракций там монада опять же теория категории и вот это вот все какой-нибудь агда он сложен тем что это язык для доказательства теорем в ваших программах то есть там еще все сложнее то язык c++ он сложный из-за того как он устроен здесь на самом деле сложных концепций то и нет вовсе но все просто очень сложно устроено и отчасти это так исторически сложилось отчасти это из-за того что вот он вырос языка c я дальше начал бурно развиваться пытаясь очень долгое время сохранять совместимость языком c отчасти это результат того что авторы языка не хотели делать слишком сложным его инструментарий например в хаскель у вас есть полноценная система вывода типов основанная на каких-то там умных работах ученых 20 века это очень сложный механизм вот страуструб и прочие авторы языка c++ пытались избегать таких сложных механизмов из-за этого есть определенные особенности ну и кроме того зачастую в процессе развития языка у вас сложности получались просто потому что туда добавили какой-то такой гибкий механизм и сложность она такая эмергентная то есть ее не предполагали авторы они не предполагали что здесь можно так использовать но его можно было так использовать и теперь мы имеем вот такие сложности в языке почему вы думаете что в четвертой строчке да 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 действительно небольшой дисбаланс скобочек но не суть важно это все комментарии вот смотрите это просто несколько таких примеров какие у нас есть сложности есть на время сложности грамматики и сделать синтаксический анализатор языка c++ довольно сложно нужно грамматика у нас вы вроде бы как раз сейчас это проходит по ком-то из предметов у нас это контекстно зависимая грамматика с дополнительными сложностями то есть нам не подходит ни конечные автоматы не автомат с магазинной памятью чтобы это все разбирать к сожалению здесь все сложно и вот строчка 2 строчки 5 нам почти ничем не отличается на первый взгляд но с точки зрения языка тут вообще речь идет про разные вещи то есть во второй строчке вы объявляете какие-то переменные три переменных причем а в пятой строчке у вас будет выражение которое будет кстати будет корректно но она не будет объявлять вам переменные то есть это будет выражение которое используют переменные вся разница вот в буквально нескольких символах в восьмой строчке вообще непонятно что происходит точнее как оно понятно но большинство программистов ожидают ну которые знают немного язык c плюсус они ожидают здесь одного а именно того что здесь у нас будет переменная типа b которая будет проинициализирована то ли функцией а то ли созданием значения типа а то ли еще как то так а язык вам здесь выдаст на самом деле объявление функция а ни разу не создание переменной и это один из самых таких известных примеров почему в грамматике c плюс плюс все так плохо ну и вы в интернетах это скорее всего наиболее часто и встретить этот пример нет в пятой строчке не обязательно круглые скобочки после и мы их вполне можем опускать и да этот еще один интересный нюанс то что иногда мы можем что-то написать а можем это опустить и в разных контекстах то что мы можем опустить она различается бывает то есть да здесь можно было бы поставить еще круглые скобочки и было бы практически ну то и было бы то же самое визуально это было бы уже не так похоже на вторую строчку поэтому я эти скобочки взял и опустил как не этого позволяет язык так кто-то появился вопрос про перерыв давайте действительно здесь давайте продолжим еще одна сложность сложность эволюционная язык как я уже говорил бурно развивался развивался из другого языка изначально некоторые вещи просто так исторически сложились буквально два примера нас есть ключевое слово статик языке и она может значить три абсолютно разные не связаны друг другом вещи в разных контекстах это плохо это добавляет лишней когнитивной нагрузки на программиста но такова жизнь и от одного из этих случаев можем избавиться без потерь от двух других не можем второй пример это три ключевых слова стракт класс и тайп нейм и в некоторых контекстах первые два этих слова являются взаимозаменяемыми причем в части из этих контекстов они взаимозаменяемыми заменяемыми без последствий то есть вам абсолютно неважно какое слово использовать а в некоторых контекстах у вас будут последствия того возьмете вы стракт или класс еще есть разная реализация языка и хотя вроде бы в стандарте прописано что вот в некоторых контекстах между этими словами вообще не должно быть никакой разницы как минимум микрософтская реализация была замечена на том что она небольшую разницу добавляла есть еще класс и тайп нейм и есть контекст где эти слова взаимозаменяемы если контекст где слово класс ничем нельзя заменить я сейчас не помню но тем менее как вы понимаете это лишняя сложность и почему у нас вообще есть места где можно либо то либо другое слово использовать без каких-то последствий это странно но так сложилось какие у нас есть еще сложности у нас есть сложности правил например у нас есть аж девять различных видов инициализации переменных для программиста на языке питон например это звучит совсем как то странно какие девять видов инициализации переменных но тем менее это так я вот посчитал когда готовил слайд просто открыл себе переференс и посчитал все виды инициализации которые там перечислены и я у меня вообще в плане не было подробно рассматривать все эти девять видов в этом семестре у нас есть 21 правило упорядочивания исполнения то есть вот когда мы говорили что у нас есть некоторая иллюзия последовательного выполнения но она у нас немного расширилась и у нас теперь вот в модели языка есть параллельное исполнение то нам важно понимать где у нас какой порядок будет гарантированно языком вот там вот есть 21 правило я тоже был не буду в них всех углубляться у нас есть 13 правил выбора лучшего кандидата при перегрузке функции что тоже грустно поскольку это вот довольно общее место перегрузка функций вы это часто будете использовать и то что там есть 13 правил который вам надо хорошо бы вообще помнить это грустно ну про шаблоны я в принципе не говорю там очень много веселья будет и это как раз та часть языка которая вот получилась сама собой хотели добавить просто такой вот гибкий механизм получилось что этот механизм можно использовать для очень многих вещей и очень сложным образом и там все будет непросто вопрос сложности да его пытаются решать но к сожалению есть два аспекта первый аспект а действительно совместимость то что нельзя нарушать совместимость с предыдущими стандартами по крайней мере нарушать в тех местах которые не считаются явно ошибкой то есть надо да находят стандарт ошибку и ее исправляют и сейчас это происходит довольно часто но не все является ошибкой и вот не вся сложность является ошибкой и наоборот к сожалению сложность добавляется местами вот про инициализацию например или про упорядочивание эта сложность добавлена как раз была виды инициализации они постепенно появляются все новые и новые про упорядочивание это случилось в единственном стандарте когда у нас появилась модель памяти иногда пытается упростить но не всегда получается плюс есть идея которую идея страуструпа которую разделяют видимо многие члены комитета по стандартизации это то что на программиста программиста нельзя связывать ему надо дать максимальную свободу и поэтому наличие многих путей решения одного и того же оно видимо считается нормальным ну вот если говорить про стракт класс type name то это наверное все таки больше исторически так сложилось и теперь уже не поменять поскольку много программ может сломаться а static 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 тут частичная совместимость с языком c ну и опять же уже сложно это поменять но как минимум по крайней мере для одного вот случае использования static добавили другой механизм который не похож на слово static и который я буду предлагать вам использовать чтобы хотя бы свести static для двух случаев ну вообще скорее вектор все таки на усложнение языка поскольку туда пытаются добавлять новые вещи туда чуть было не попало что-то очень напоминающее систему типов из хаскеля когда хотели думали добавить так называемые концепты в язык но в итоге эту идею очень сильно упростили и вот сейчас достаточно стандарт добавили такой очень урезанный вариант концептов но это было очень изначально похоже на типы классов из хаскеля ну и всякие всякие такие вещи так что язык усложняется к сожалению сохраняя большую часть своего багажа при этом просто некоторые некоторую часть багажа можно уже игнорировать вот это было про сложность надеюсь я вас убедил что язык действительно сложный тем не менее он все таки до сих пор активно применяется поэтому собственно вам предлагается его изучить хотя на мой взгляд не каждому программисту нужен язык Cypress Plus возможно вы будете такими программистами которые этот язык не нужен а может быть нужен по крайней мере мы его попробуем изучить этой весной ну знания на мой взгляд лишними не бывают хотя понятно что у вас и без этого курса много сейчас веселья но вы должны справиться я в вас верю немного про инструментарий трансляция программ состоит из нескольких этапов и это по большей части совпадает с трансляцией на языке Cy и часть этого инструментария она вообще общая между этими двумя языками до сих пор у нас есть на входе текст программы и традиционно таким файлам дают расширение cpp или cc или cxx как-нибудь так ну потому что текстом программ на языке Cy традиционно дают расширение Cy но тут надо как-то это отличать первый этап это препроцессор он делает какие-то текстовые преобразования над вашим текстом программы и получается какой-то временный файл этот временный файл попадает на вход компилятора и компилятор обрабатывает каждый вот такой файл независимо друг от друга от других файлов если у вас программа состоит из многих файлов и компилятор на выходе дает машинный код точнее компилятор на выходе дает ассемблер обычно все современные инструменты сразу вам делают машинный код но вы всегда можете попросить именно сделать ассемблер компилятор в принципе делает вот это представление и принципиальной разницы между ассемблером и машинным кодом нет кроме удобства читаемости можно выделить ассемблер в отдельный этап ассемблер преобразуется потом просто в машинные коды и получается так называемый объектный файл где уже находятся машинные коды плюс какие-то данные но это еще не исполняемый код поскольку он содержит так называемые символы например вызовы каких-то сущностей которые находятся в других файлах поскольку компилятор обрабатывает один файл за один раз то он про эти другие файлы ничего не знает и просто оставляет эти символы для дальнейшего разрешения и собирается все в кучу компоновщик то есть он берет все ваши объектные файлы все символы в них заменяет уже на конкретные адреса и делает добавляет туда те библиотеки которые вы использовали по крайней мере статистически и на выходе у вас уже получается файл который ваша операционная система может запустить ну либо у вас получается на выходе файл динамической библиотеки которую другая программа в данной операционной системе может загрузить как динамическую библиотеку вот пример на на примере GCC одного из самых популярных компиляторов для языка C++ ну и не только для языка C++ это целое семейство компиляторов вы можете запросить трансляцию напрямую даете просто текст и вам дают исполняемый файл здесь вы еще указываете стандарты языка которые вы хотите использовать потому что вы можете еще и выбирать по какому стандарту вам собирать вы можете запросить только результат при процессоре чтобы посмотреть что получается после вот этого текста после этой текстовой обработки вашего исходного кода вы можете запросить ассемблерный код ну и просто получить отдельный объектный файл если вы хотите также есть инструментарий для дезассемблирования уже машинного кода то есть чтобы из например вашего исполняемого образа вашей программы получить ассемблер ну и там можно посмотреть на другие части уже исполняемого образа но это будет уже зависеть от конкретной операционной системы ну по крайней мере от конкретного набора инструментов поскольку в разных операционных системах у вас будут разные загрузчики скорее всего буквально несколько слов про объектные файлы то есть это почти финальное представление вашей программы когда уже весь текст преобразован в машинный код они состоят из нескольких секций и там могут быть какие-то данные статические которые программа ваша будет использовать какая-то отладочная информация что пригодится если вы захотите отлаживать уже вашу программу в каком-то отладчике то есть запускать ее и смотреть в каком месте кода вы сейчас находитесь вот все сущности ссылаются друг на друга по именам то есть адреса по которым они будут находиться в памяти они еще не назначены при этом не всегда имена в объектном файле совпадают с именами в вашем тексте для оси очень часто совпадение точное хотя бывает, что к этим именам все-таки добавляется какая-то другая информация чтобы компоновщик мог делать то или иное а вот в C++ структура имен более сложная у нас есть пространство имен, у нас есть классы и тому подобное и вот этот алгоритм, по которому компилятор вам создает имя создает символ в объектном файле это зависит от реализации но вот пример как это может выглядеть он внизу на слайде обычно вы конечно вряд ли будете вот сюда смотреть но возможно будете вот этот процесс преобразования имен в символы называется mangling иногда это важно в основном когда вы что-то отлаживаете сейчас есть замечательный онлайн компилятор где вы можете просто в браузере написать какую-нибудь простую программу ее скомпирировать, увидеть ошибки или еще что-то это очень удобно чтобы проверять какие-то вещи поскольку язык у нас настолько сложный что иногда проще проверить на практике как оно как что-то работает чем понять как оно должно работать стандарт языка он довольно объемный и очень похож немного на код законодательства то есть написан он довольно тяжелым языком его не всегда удобно читать есть правда более человеко ориентированное изложение стандарта у меня по-моему в слайдах нет ссылки ну возможно вы знаете этот сайт cpp reference там в принципе хорошее изложение вот но онлайн компилятор вам позволяют что-то написать в браузере скомпилировать иногда даже и запустить сразу вот он тут немножко отличается от предыдущих он вам еще и показывает ассемблер который получается у вас это очень удобно ну чтобы приезжать какие-то вещи поскольку раз уж вы пишете на c++ то вам часто интересует эффективность вашего кода она не всегда к сожалению очевидна из того кода который вы напишете особенно если вы пользуетесь каким-то сложными вещами языке ну вот этот сервис он позволяет быстро тоже что-то проверить и последняя ссылка это не онлайн компилятор а инструмент чтобы посмотреть что скрывается за синтактическим сахаром в языке c++ очень мало синтактического сахара но он появился все-таки в одиннадцатом стандарте и вот сходу я могу вспомнить такие примеры как лямбды у нас есть анонимные функции но понятное дело что это такая надстройка над языком и они на самом деле разворачиваются в другие сущности языка на самом деле они разворачиваются в классы и вот этот сервис вам позволяет такой синтактический сахар развернуть ну а другой пример синтактического сахара это structured bindings который в чистом виде синтактический сахар чтобы программисту было просто удобнее писать программу это тоже можно тут развернуть и увидеть что на самом деле там происходит что иногда бывает полезно ну по крайней мере как минимум на этапе обучения и мы дошли до этапа организационных вопросов собственно прежде чем говорить про задания я скажу немножко еще про лекции вот в прошлом семестре вашим предшественникам я пробовал читать длинные лекции и они все были по 2-3 часа это было конечно очень утомительно ну это было связано в первую очередь с тем что материала много много теории в этом языке в этом смысле я хочу все-таки попытаться их немножко облегчить и часть вот освоения этого материала вам оставить на самостоятельную работу поскольку тем более есть разные источники где вы можете это все прочитать и возможно вам прочитать будет легче чем слушать меня я попытаюсь все эти лекции облегчить но это такая работа в процессе то есть я буду по ходу дела уже пытаться немножко свои лекции просто перестроить чтобы они стали поменьше и чтобы там было больше практических примеров которые как практика показывает вам больше нравится чем просто теория но вот следующие три лекции они скорее всего будут более такие тяжеловесные и скорее всего скучные я вас сразу про это предупреждаю ну поскольку я не рассчитываю что вы знаете хоть что-то про язык C++ то вначале нужно поговорить про синтаксис про базовые какие-то конструкции вот тут про все вот это что довольно скучно но к сожалению необходимо я это буду естественно разбавлять примерами но будет какой-то вот объем такой скучной теории вот дальше я надеюсь пойдет полегче и повеселее я предлагаю что у нас будет то ли 14 то ли 15 лекций вроде по календарю так должно получаться я правда не знаю еще про переносы различные например вот у нас уже на следующих выходных у нас гипотетически может быть перенос а я не в курсе куда там что переносится то есть я знаю куда при пятидневной рабочей неделе там переносится а вот в нашем случае еще не знаю но этот вопрос мы решим но должно получиться примерно 14-15 лекций в семестре про задачи практическая работа здесь самая важная поскольку язык можно изучить только на практике на мой взгляд поэтому призываю вас относиться к этому серьезно и больше программировать не обязательно в рамках только заданий ну в принципе у нас будут задачи большие и маленькие и маленькие задачи это всегда какая-то вариация на пример который я разбираю на лекции ну вот например одной из ближайших лекций будет такой программа простенького калькулятора и одно из маленьких заданий будет сделать какую-то модификацию эту программу ничего сложного ну просто чтобы тренироваться в языке для тех кто с ним еще особо не знаком в каждой маленькой задаче будет 4 варианта то есть вы все поделитесь на 4 части и случайным образом эти варианты просто распределятся между вами и ну все варианты они по мотивам но они бывают немножко разные бывают чуточку разные по сложности но поскольку распределение случайное то я надеюсь что это будет достаточно честно ну кому-то достанется чуть полегче кому-то чуть посложнее еще будут большие задачи и большие задачи они все уникальные так скажем их будет 4 набора по 3 задачи и опять же 4 набора случайным образом распределятся между вами всеми то есть каждому достанется набор из 3 каких-то конкретных задач в прошлый раз я пробовал давать полную свободу выбора и студенты сами выбирали какие задачи они хотят решать но к сожалению это оказалось очень трудно организуемое поскольку некоторые задачи хотели решать всем а некоторые задачи никто а я хотел еще ограничить количество студентов которые решают одну задачу чтобы было интереснее чтобы поощрить более такую индивидуальную работу и все такое в общем было очень тяжело контролировать сколько человек взяло эту задачу а кто-то взял а потом не стал делать плюс задачи они разные и они уже менее сбалансированы по сложности поэтому в этом семестре я решил попробовать другой вариант что вот каждому достанется 3 фиксированных задач и вот эти наборы они более менее сбалансированы между собой то есть в рамках двух например наборов первая задача может оказаться разной по сложности то есть первая задача в одном и первая задача в другом но вот но зато тогда какая-нибудь другая задача будет в другую сторону по сложности отличаться то есть как вот целиком тройка задач они я их пытался ну более менее сбалансировать и это также отражается на стоимости задач в баллах которые вы получаете за их решение то есть задачи более сложные они стоят дороже маленькие так да у нас будут дедлайны по задачам чтобы вас стимулировать работать в течение всего семестра ну и это еще связано с тем что мы не можем проверить много задач за короткий промежуток времени поэтому их надо вот эту всю работу распределить в течение семестра и чтобы вас на это мотивировать у нас есть дедлайны которые нужно соблюдать вот маленькие задачи у нас будут в течение точнее дедлайны по ним в течение марта апреля большие задачи в течение апреля и до начала июня фактически до до начала сессии я кстати не знаю когда у вас в этом семестре сессия начнется обычно она где-то в начале июня начинается вот в прошлом семестре у нас из-за локдауна все очень сместилось но надеюсь что в этом семестре так не будет ну и финальный дедлайн для всего это экзамен и он у нас скорее всего будет в первой половине сессии так что тоже готовьтесь пожалуйста к этому чтобы оценить свои силы ну и все такое над каждой задачей работа будет примерно так будет для каждой задачи будет два дедлайна один дедлайн оформления к этому дедлайну вам нужно открыть pull request на гитхабе ну подробнее про это мы еще наверное на следующей лекции поговорим и нужно чтобы ваше решение проходило все автоматические проверки если это условие не выполняется то вам задача не засчитывается через две недели после этого дедлайна наступает второй дедлайн дедлайн приемки к этому дедлайну вам нужно иметь одобрение ваша задача то есть успешно пройти код ревью при этом в код ревью может быть несколько итераций то есть вам не обязательно его с первого раза пройти но обязательно за вот эти две недели при этом опять же из-за вопросов нагрузки на проверяющих вы конечно можете попробовать какие задачи решить существенно раньше дедлайнов но не факт что мы сможем их существенно раньше проверять то есть мы рассчитываем свои силы так чтобы вот именно проводить код ревью в течение двух недель ну для каждой задачи это будут разные две недели по календарю привязаны привязку к календарю вы тоже увидите уже достаточно скоро что очень важно что чтобы был эффект обучающий вам нужно программировать самостоятельно то есть по одному индивидуально приветствуется когда вы делитесь идеями знаниями обсуждаете что-то совместно но ход надо писать индивидуально причем не просто индивидуально а вот самостоятельно чтобы вам не идея подсказывала как писать не google не еще кто-то а вы про это думали просто ну иначе будет мало эффекта от вашей практической работы и чтобы немножко вас на это простимулировать мы требуем чтобы не было повторяющихся решений плюс по одной из больших задач будет еще какое-то живое собеседование небольшое чтобы просто убедиться что вы понимаете о чем идет речь в вашем решении практика показывает что не всегда так у студентов получается к сожалению и были такие возмущения у ваших предшественников что ну я же дал вам решение задачи какие ко мне претензии но это не принимается поскольку нам важно не решение задачи а эффект позитивный на вас чтобы вы изучили язык c++ тут вопрос про лекции вебинары нет с дистанционной точки зрения никакой разницы нет просто ну это я наверное еще с прошлого семестра такое разделение оставил в прошлом семестре мы начинали вживую и тогда уже появились вебинары такие удаленные а потом все перешло в дистанционный формат когда я говорил про вебинары это просто какие-то дополнительные такие небольшие лекции есть уже несколько записей из прошлого семестра которые вы сможете уже очень скоро посмотреть когда у вас будет доступ к ресурсам по этому курсу что будет уже наверное после следующей лекции после следующей лекции вот и если у вас будет интерес к одной из тем там темы рассматривались такие смежные то есть например статический анализ кода например c++ или юнит тестирования вот то есть вы сможете это самостоятельно посмотреть и если вас тема заинтересовала можно устроить ну какой-нибудь такой дополнительный просто митинг где вы сможете задавать вопросы например автору соответствующего видео вот вот возможно будут какие-то и полностью новые такие вот дополнительные лекции на смежные темы но я еще не знаю то есть обычно то есть я пытаюсь простимулировать своих коллег на это ну и не знаю как получится в этом семестре но несколько уже есть вот возвращаясь к задачам и к индивидуальной работе чтобы вас совсем замотивировать мы будем смотреть на похожесть между решениями причем как глазами так и с помощью различного инструментария и надо сказать что когда студенты делятся кодом это очень хорошо видно даже если вы поменяете название переменных там название еще чего-то то ваш код все равно будет похож так вот наличие такого похожего кода оно является основанием для незачета по задаче причем для всех участников неважно кто с кем поделился просто все получат ноль по этой задаче а это плохо поскольку задач не так много а вам нужно их порешать вот поэтому я стараюсь вас испугать заранее чтобы просто вы такого не делали а старались там время свое распределять и тому подобное понятно что возможны форс-мажоры поэтому предполагается что у каждого будет 14 дней на семестр можно эти дни расходовать чтобы сдвинуть дедлайн себе как это технически будет реализовано я еще точно не могу сказать ну у меня была конечно идея чтобы это полностью автоматизировать чтобы у вас просто была такая система где вы можете эти дни расходовать у вас автоматически дедлайны двигаются ну возможно придется это вручную делать поскольку эта система еще не дописана ну вот например если у вас форс-морожа возникает вы понимаете что вам нужна еще одна неделя то вы берете 7 дней из этих 14 и один дедлайн двигается и у вас остается еще 7 таких дней которые можно израсходовать можно их по одному дню расходовать вот в прошлом семестре вот часто то есть было много таких примеров когда студенты не рассчитали свои силы и попытались решить вопрос другим способом например взяв решение у товарища и оба не получали то есть получали ноль по задаче и было им очень грустно вот в любом случае если что-то идет не так лучше спросить меня или кого-то из моих помощников то есть лучше поговорить заранее нежели потом пытаться уже постфактум убедить что у вас там была уважительная причина или еще что-нибудь ну вот апелляция похожести решений просто смотрите мы вот глазами видим что решение похоже мы задействуем механизм сравнения он тоже подтверждает наше мнение причем там достаточно это красиво видно какие участки кода они явно одинаковые и тут мы вам просто говорим что вот вот эти вот решения у этих авторов они к сожалению слишком похожи я не придумал какую тут апелляцию можно делать поскольку студент естественно заявляет что он сам это решал нет бывают случаи когда там студенты сразу признавались или пытались придумать оправдание но просто на этом этапе тоже немножко поздно и делать какие-то исключения было бы не честно ко всем вам в целом поскольку правила должны быть одинаковы для всех вот поэтому я призываю просто так не делать потому что эффект учебный будет если вы сами будете писать программу если вы рассчитаете свое время вы сможете сами написать свои программы опять же по опыту прошлого семестра я вижу что вы как студенты этой кафедры способны на это и у вас не такая сумасшедшая все-таки нагрузка то есть вы можете успешно пройти этот курс просто вам нужно да рассчитывать свои силы и стараться самостоятельно работать и если какие-то вопросы возникают их задавать в том числе мне не надо пытаться все решить своими товарищами про баллы сейчас вот будет слайд и я подробнее об этом расскажу и про минусы про задача тоже сейчас расскажу мне можно задавать любые вопросы про C++ помощники но они в основном будут проверять ваше решение я не верю что у меня будет много времени чтобы активно участвовать в проверке всех решений ну и с кем-то из них вы встретитесь на собеседовании по одной из больших задач по задачам еще поскольку у нас все будет происходить на гитхабе там можно будет создавать issues ну то есть там есть бактрекер понятно у нас будет своя закрытая организация где вот будет только наш курс вот этот именно этот семестр там можно будет issues создавать и если есть например какие-то проблемы в задачах в задачах могут быть проблемы поскольку ну понятно что они не идеальны они были протестированы только один раз пока и то ряд задач были немножко пересмотрены после прошлого семестра и юнитест и прочие автоматические проверки сильно переработаны и сейчас перерабатываются еще поэтому там могут возникать проблемы там можно их такие вот технические проблемы на бактрекере заводить и это будет решаться про контакты помощников я не знаю есть ли в этом большой смысл поскольку они в основном вызывались участвовать в проверке задач ну и потом с кем-то из них вы на экзамене встретитесь ну я уточню кто готов просто на вопросы отвечать и может быть это будет не только я но в любом случае про вопросы конечно же задавайте а про баллы сейчас вот мы еще поговорим несколько слов про соревнования по скорости для одной из больших задач будет соревнование и отчасти еще с этим связано то что хорошо бы чтобы вот решения они поступали примерно в одинаковый промежуток чтобы вот все решили в течение какого-то времени задачу наступил первый дедлайн после этого начинается активная проверка задач и для вот этой задачи в течение вот этих двух ну может быть это будет даже не две недели за счет именно вот этого соревнования пока идет ревью в какой-то момент будет два прогона то есть все ваши решения будут прогнаны на нагрузочных тестах вы эти тесты не увидите но вы увидите результаты после первого прогона и сможете внести изменения но при этом вам важно еще одновременно проходить код ревью то есть вам нужно бороться за производительность так чтобы не страдали другие критерии качества читаемость, сопровождаемость просто какие-то общие практики и тому подобное то есть вы должны так оптимизировать свою программу чтобы она по-прежнему проходила код ревью при этом места распределяются в зависимости от того скольких человек вы не смогли обогнать то есть если вы обогнать причем обогнать строго то есть если решения показывают примерно одинаковую скорость они считаются на одном месте и считается что вот вы вашего товарища не смогли обогнать если он показал примерно тот же результат то есть первое место это тот кто обогнал всех второе место тот кто не обогнал только одного ну и так далее нет ассемберные инструкции не выйдет строить ну и это все-таки не те задачи где это нужно делать тем более что на самом деле компилятор он умеет векторизовывать ваш код неплохо там где-то очевидно но нет встраивать ассемблерные инструкции не подойдет вот несколько первых мест они получат множитель на которые будет домножена их результат по баллам по этой задаче то есть если кто-то обогнал всех то его баллы умножится на 3 по крайней мере сейчас вот у меня есть такая формула может быть я буду ее немножко подправлять поскольку вот конкретно данную формулу я еще не тестировал у ваших предшественников была другая формула по баллам и там вообще немножко по баллам было все по-другому я учел вот как раз накопленный опыт чтобы добиться больше учебного эффекта ну вы знаете обогнать всех это может быть непросто например вот в прошлом семестре по одной из задач решение результаты были очень близки поскольку все сделали ну как они просто алгоритм реализовали там была разница зависит от того насколько они эффективно реализовали этот алгоритм но все сделали примерно одинаково но один человек он пошел дальше и он реализовал самостоятельно там отдельную структуру данных которые не было снарт на библиотеке и всех порвал ну это в принципе заслуживает того чтобы сильно увеличить результат также сразу скажу что это будет для второй задачи из трех она не самая сложная и понятно что в разных вот из этих четырех наборов там будет у нее разная сложность у второй задачи но она не самая дорогая то есть самая дорогая по баллам будет третья задача поэтому на 3 умножится не самая дорогая задача у вас если вы всех обгоните ну кстати вот по еще одной задаче в прошлом семестре тоже там было интересное решение как раз вот самое интересное решение оно оказалось самым первым я считаю что такое вполне стоит поощрить поскольку для программировать на языке c++ стоит тогда когда вам нужна производительность это про соревнования базовая стоимость маленьких задач она варьируется от 5 до 10 баллов больших задач от 15 до 40 что я понимаю под базовой стоимостью это если вы прошли первое же ревью без существенных замечаний вам сразу зашли эту задачу суммарная базовая стоимость трех больших задач это для всех будет 75 баллов то есть любой набор там внутри набора по-разному немножко эти баллы распределены но в сумме они дают 75 опять же повторюсь что я эту формулу не тестировал еще и в прошлом семестре формулу приходилось в конце семестр немножко регулировать но я старался делать в пользу студентов вот но сейчас вот план такой про соревнования по скорости я уже сказал что это будет коэффициент масштабирования этих баллов штрафные баллы они будут почему до этого я не выводил штрафных баллов в прошлые разы к сожалению иногда это приводило к тому что студент пытается пройти брутфорсом ревью то есть он что-то меняет меняет ждет что его посмотрят потом снова что-то меняет так месяц длится это большая нагрузка на проверяющих и на самом деле плохое поведение со стороны студента это неэффективное обучение вот поэтому я решил попытаться вас опять же мотивировать чтобы вы так не делали чтобы вы старались больше там подумать может быть пообсуждать идеи между собой задавать вопросы какие-то но не нагружать именно проверяющих таким брутфорсом поэтому начиная со второго ревью то есть если вы не прошли первое то со второго ревью вам начинают штрафные баллы минус один балл просто за то что вы не прошли первое ревью и дальше уже минус один балл за каждый существенный недостаток то есть вам человек который делает ревью он вам выпишет что ну там например какое-нибудь замечание по стилю оно скорее всего будет не критичным но если у вас где-то некорректная работа например с памятью то это будет записано в существенные замечания и вот каждое такое существенное замечание вам будет давать минус один балл ну и понятно что для некоторых задач не будет большого смысла пытаться вот много раз приходить на ревью не знаю насколько хорошо это будет работать но план пока такой имеется ввиду штрафные баллы если эти проблемы наблюдаются уже во втором ревью нет смотрите вот в первом ревью вы его не прошли вас попросили что-то переделать вы что-то переделываете и начинается второй ревью здесь вы сразу получаете минус один просто за то что вы не прошли первое а потом вам говорят нет ну вы конечно что-то сделали но вот здесь у вас серьезный недостаток и вот здесь это будет еще минус 2 балла то есть за то что исправлено с момента первого ревью уже штрафов не будет нет нет только за новые замечания на втором и далее ревью в этом идея и я старался баллы по задачам распределять так что сложность задачи стоит дорого простые задачи стоят дешево что если сказано не все замечания это интересный вопрос в идеале такого не должно происходить но как будет происходить на практике мы посмотрим возможно мы просто будем этот вопрос решать и не давать за такое штрафные баллы но вы же понимаете что приезжать вас будут тоже люди которые могут делать ошибки и что-то видеть не с первого раза но мы постараемся чтобы вы за это не страдали смотрите вот когда наступает момент точнее когда наступает дедлайн второй по задаче если у вас есть одобрение пул реквеста то берется базовая стоимость этой задачи из нее вычитаются все штрафные баллы которые вы получили за в ходе ревью если в результате получается положительное число то это положительное число баллов вам прибавляется в копилку но отрицательно не прибавляется соответственно ну вот если взять какую-нибудь маленькую задачу на 5 баллов то наверное там не будет иметь смысла больше 3 ревью поскольку вы получается что наберете ну как минимум 3 штрафных балла уже но с другой стороны в маленькой задаче ну не должно быть так много мест к которому возникли претензии а вот уже в большой задаче где уже решение будет гораздо более объемным там может возникнуть много к вам вопросов и существенных замечаний ну и там уже минус 5 минус 10 баллов это все еще нормально поскольку задача может стоить 25 баллов но опять же вам нужно чтобы у вас на момент второго дедлайна было одобрение pull request если одобрения нет то вы в принципе не получаете эти баллы не важно сколько было штраф в какой момент сообщается о желании использовать эти дополнительные 4 до того как дедлайн соответствующий наступил я говорю у меня была конечно идея чтобы сделать совсем автоматизированную систему чтобы это было удобно но вполне возможно что это не получится сделать поскольку она еще не готова и надо будет просто написать например мне про это но посмотрим когда у нас вот начнутся задачи мы посмотрим что удалось успеть сделать для вас со что не удалось но все что не удалось оно останется в виде просто общения какого-то и какой-то не знаю фиксация каких-то результатов в виде google табличек или еще чего-то в прошлом семестре я вел ворох google таблиц это было конечно очень утомительно но это план б так скажем нет смотрите у каждого из вас будут большие задачи на 75 баллов и например вот первая задача во всех четырех наборах она стоит либо 15 либо 20 баллов вот третья задача она может стоить как я не помню 30 так и 40 баллов ну в разных наборах но это напрямую зависит от ее сложности то есть вот самая сложная по опыту прошлого семестра задача стоит 40 баллов она такая единственная все остальные стоят дешевле то есть вот эти четыре набора они по баллам сбалансированы поэтому вам достанется набор который теоретически может вам дать столько же баллов сколько и соседу его набор другой вопрос что кому-то может показаться что проще решить первые две посложнее но третью полегче что у него может быть так будет лучший результат но тут такой фактор что ну да небольшой фактор везения может быть и с ним надо смириться попросить задачу посложнее я не знаю получится ли это поскольку опять же наши ресурсы не безграничны и тут приходится их тоже балансировать чтобы дать адекватную проверку по каждой задачи для этого нужны ресурсы и например один мой коллега который тоже в ЭТМО про другую кафедру читает ну другие курсы совсем не про языки программирования про всякие структуры данных он вообще практикует другой подход он говорит что я один я не могу справиться со 100 человеками поэтому он берет случайным образом 10 решений по задаче их публично проверяет а остальные просто не проверяет вообще я пытаюсь все-таки не допустить такого и для если проверять решение по какой задачи то проверять для всех вот но к сожалению получается что не получается много задач так проверить если бы не этот фактор я бы с удовольствием вам дал больше задач ну вот кому то тут нравится идея случайной проверки не знаю на мой взгляд ведь код ревью он позволяет дать довольно много обратной связи про задачу и это полезно и хорошо в идеале код ревью делали бы несколько человек чтобы вам дать больше обратной связи но практика показывает что у нас просто нет ресурсов и в этом семестре будет достаточно одного одобрения каждого по реквестам я думаю вот вот но если какие-то будут по ходу семестров возникать альтернативные идеи ну постараемся над ними подумать вот вот а маленькие задачи они все одинаково стоит то есть там вот эти четыре варианта по каждой маленькой задаче они не имеют разной стоимости разную стоимость имеют разные маленькие задачи и чем сложнее то есть тем чем больше стоит задача тем она сложнее и каждый её вариант сложнее То есть существенной разницы между вариантами, наверное, нет все-таки. Поэтому там все будут в равных условиях, несмотря на случайное распределение этих вариантов. Теперь про экзамен. Чтобы получить допуск к экзамену, вам нужно набрать 50 баллов. Но оценка ваша финальная тоже будет зависеть от количества баллов. То есть вы можете не приходить на экзамен и получить оценку автоматом. То есть если вы наберете 65 баллов, то это будет Е и так далее, как в этой формуле написано. Если вы наберете 150 баллов, то вы просто получаете максимальную оценку без прихода на экзамен. если вы приходите на экзамен то есть если вы можете и хотите прийти на экзамен то вначале вам нужно пройти такой блиц опрос это опять же связано с ограниченными ресурсами на прием экзамена то есть блиц опрос это будет там пара вопросов на которые можно быстро ответить причем это будут такие фундаментальные вопросы для языка c++ ну например чем отличаются указатели ссылки к сожалению практика показывает что не всегда на студент может на этот вопрос ответить и прошлом семестре не все успешно этот курс прошли этот курс у вас обязательный поэтому если вы его успешно не проходите даже вот за осень вы не сможете его закрыть полностью то у вас просто отчислят я бы вас не отчислял за незнание c++ но опять же курс обязательно это не я к сожалению решаю делать разный подход к разным студентам тоже не честно поэтому от вас всех вот требуется какие-то базовые знания минимальным по языку c++ чтобы его пройти с положительной оценкой вот если вы проходите блиц опрос то есть он будет длиться минут пять наверно то вы получаете вот как будто вы плюс один к финальной оценки то есть вы например пришли с 50 баллами проходите блиц опрос у вас есть е и вы можете уйти если вы хотите более существенно изменить вашу оценку то начинается старая часть экзамена 2 теоретических вопросов больших программ там не надо будет писать но какие-то концепции про которые вы рассказываете вас могут попросить показать в виде кода то есть быстро что-то написать какой-то маленький кусочек кода неполноценную программу просто чтобы продемонстрировать что вы имеете в виду или например продемонстрировать что имеет в виду экзаменатор и вот результатом этой второй части может стать от минус 2 до плюс 2 к финальной оценке то есть например если у вас есть 85 баллов вы пришли на экзамен прошли близ опрос у вас базовая оценка это c и потом вы заваливаете вторую часть экзамена вообще полностью то минус 2 это будет е вы получаете в итоге е если же наоборот вы отлично вторую часть отвечаете великолепно вы получаете а есть отвечаете вторую часть на c то ваша оценка вообще не меняется вот это эту формула мы опять же еще не тестировали но это выглядит более менее как вменяемо потому что да практически работает очень важно но некоторый объем теоретических знаний вам нужно иметь в конце этого семестра и вам нужно его переварить и усвоить вот ну да у вас эти буквы пересчитываются на самом деле в три оценки ну почему если смотрите вы идеально решаете три больших задачи это уже 75 баллов вы выигрываете соревнования по производительности по второй задаче которая например стоит 25 баллов умножить на 3 это будет 75 соответственно плюс 50 это уже 125 баллов плюс вы решаете еще несколько маленьких задач тоже хорошо маленьких задач кстати будет не меньше пяти но не больше 8 сейчас их оформлено только 5 и это те 5 которые я тестировал в прошлом семестре но хочется расширить этот перечень и может быть удастся еще оформить еще несколько так что есть шанс у вас получить 150 баллов без прихода на экзамен вообще но это сложно да почему так потому что опять же опыт показывает что как тот решение задач у вас идет лучше чем усвоение теоретических знаний а знания не все-таки нужны то есть экзамен ну как бы проверка теоретических знаний это все-таки важно поэтому мы все таки вас так вот подталкиваем к приходу на экзамен а список соревнований по скорости там еще раз когда умножается на 2 когда внутри если вы обогнали всех то вы заняли первое место и в моей текущей формуле это коэффициент умножить на 3 может быть формула немножко поменяется естественно не не в день перед экзаменом заранее ну просто поскольку я еще не тестировал и надо посмотреть как это будет работать на практике вот есть ли шанс получить а или б без экзамена не становясь первым соревнования давайте посчитаем я предполагаю что первые два маленьких задания будут стоить 5 баллов точнее не предлагает у меня уже где-то расписано просто я я вот все эти баллы я вам естественно выложу в письменном виде в материалах курса к которым вы получите доступ уже скоро наверно на следующих выходных или после этого там это все будет написано естественно значит первые там по 5 было это 10 потом два еще маленькие задания по 8 баллов это 16 26 плюс 75 но это уже как минимум c без прихода на экзамен плюс вы можете прийти пройти блиц опрос ну поскольку в блиц опросе будут только ну фундаментальные знания которые он не может программисты присутствует не знать и легко получать еще плюс один балл и в принципе почти ничего и не отвечать на экзамене тут коли первое место это умножение на 3 там вроде еще умножение на 2 было опять же все коэффициенты я вам еще опубликую просто первое место это на 3 второе место там по на два с половиной ну и так далее то есть коэффициент от 1 до 3 для тех кто участвует в соревновании ну и естественно там только по моим первые шесть мест они приносят какое-то заметное увеличение опять же я про это уже говорил что обогнать надо строго то есть если у всех одинаковая производительность то у всех коэффициент 1 никто ничего никаких бонусов не получает за производительность до оценки со слайда ну вообще мне казалось это вам должно быть известно поскольку принципе у меня ваши вот администрация вашей кафедры просила эти буквы то есть а это 5 b c это 4 d e это 3 а вот в стобальную они сами пересчитывают как-то я не знаю как я вот просто даю вот эти вот буковки по каждому студенту в конце сессии вот до список вопросов конечно будет принципе уже довольно скоро в принципе монета уже известен раз когда у вас будут все ресурсы курса опубликованы тогда вы это все увидите просто некоторые части курса немножко пересматриваются но вот список тем он будет таким же как в прошлом семестре поэтому список вопросов он уже есть единственно что там нет вот различия blitz не blitz но это тоже естественно я опубликую отдельно список этих blitz вопросов и отдельно список таких более больших вопросов принципе я по организации вроде зал все что хотел про работаем гихабе мы еще подробно поговорим наверное в следующий раз поскольку в следующий раз будет первый пример для которого будет маленькая задача она будет очень простая ну как точнее ваши предшественники конечно были с этим не согласны там наверное это вот самый несбалансированный пример по вариантам у кого-то был вариант вообще элементарной а у кого-то посложнее но я попытался немножко это улучшить немножко эти варианты переделывать в этот раз ну да они могут там немножко быть не так хорошо сбалансированы но эта первая задача она должна быть легкой то есть это просто какие-то вычисления на языке c++ то есть там ничего сложного не будет и но я вам предлагаю ее сделать всем даже если вы считаете что вы знаете c++ просто чтобы потренироваться вот в нашем в нашей организации сколько там будут автоматические проверки которые вам надо пройти юнит-тесты просто чтобы потренироваться как вообще-то весь процесс происходит плюс если вы не знакомы с процессом code review то потренироваться еще и в этом про гид у нас кстати есть запись вот вебинара с прошлого раза и и вы его сможете посмотреть естественно ну ну вообще google очень неплохо про гид отвечает на вопросы с помощью стеку верфлоу вот я не знаю если смысл устраивать какой-то семинар про развертывания рабочего окружения тем более что у всех разные операционные системы и операционной системы это может сильно различаться на гитхабе у нас continuous integration он работает на линуксе то есть ваша программа будет собрана на линуксе ваша программа будет собрана с адрес санитайзером и defined behavior санитайзером прогнаны все тесты и выполнены еще дополнительные статические проверки плюс программа будут компилироваться как раз тем самым ключом вр или вр я не помню как он там называется то есть все предупреждения компилятора тоже будут для вас ошибками то есть вам нужно еще от всех предупреждений избавиться есть план выдать вам виртуальную машину где будет то же самое окружение что и в continuous integration на гитхабе коллега этим занимался я надеюсь что с этим все получится вроде он в виртуал боксе просто сделал такое же окружение чтобы ну чтобы вы могли локально запустить вот идентично тому что на гитхабе происходит сколько опять же практика показывает что есть у вас windows вы там ставите какой-нибудь мингв то там могут быть может быть не совсем то что в линуксе при этом вы можете естественно разрабатывать на windows и мы у нас нет никакой линукс специфики но разные реализации компиляторов они естественно могут отличаться и когда начнут какие-то пограничные случаи там могут возникать вопросы вот но не знаю можно я еще очень давно не имел дело с windows поэтому лично я мне сложно вам давать какие-то умные советы по развертываем windows можно пытаться устроить дополнительным еще встречу про развертывание окружения но я не знаю найду ли я человека который для которых которому windows ближе и который вам сможет это все более информированно показать как это делать например на windows в линуксе все просто если у вас linux то у вас скорее всего есть компилятор c++ или он наставит там одной командой вы можете поставить silang например или gcc в обоих есть те sanitizer которые мы используем ну и дальше в чем угодно вы пишите ваш код и просто собираете у нас в задачах будет семейк соответственно вам нужно еще семейк чтобы собирать те проекты которые в наших задачах есть все репозитории по вашим задачам они будут приватные то есть их будут видеть только вы и проверяющие и все соседние репозитории ваших товарищей вы ведь не будете вот ну наверное я принципе сказал все что хотел так что ким вас еще есть вопросы если есть или можем уже встретиться следующий раз не знаю будет ли это 20 февраля или 22 это мы еще наверное выясним вот и пусть старосты мне напишут на почту я соответственно открою первый слайд где моя почта видна ну чтобы у нас были контакты двунаправленные чтобы не только я мог какие-то объявления писать но чтобы мне старости могли писать и наверно там для старост чат тоже в телеграме создадим чтобы быстро какие-то вопросы решать также по всем вопросам вы можете писать мне на почту просьба только делать префикс типа it most и плюс плюс чтобы мне было сразу понятно от кого это письмо и про что вот наверно у меня все а презентацию куда-нибудь можете выложить да ну вот когда вы все вступите в организацию на гитхабе а это произойдет чуть позже сколько тут тоже я пытаюсь это немножко автоматизировать чтобы не рассылать вам приглашение вручную поэтому я вот прямо сейчас вам это не предлагаю там будут все эти материалы плюс я наверно хотя насколько это получился не вебинар просто митинг я запись наверно смогу очень быстро выложить просто дело в том что зум он берет деньги не за то сколько вы его используете а сколько у вас в компании человек могут разные вещи делать вот у нас в компании митинге может кто угодно создавать вебинары только там несколько администраторов и что-то мне вот как-то плохо в этот раз сделали вебинар так что я не смог туда войти сам сегодня утром а поскольку человек который это сделал он живет в мумбаи наверное и вообще сегодня суббота то проще было митинг создать ну в общем после вебинара я как бы запись получаю чуть попозже после митинга я наверно сразу запись получу и смогу ее скоро опубликовать соответственно я вам кину просто ссылку на google drive в канал чтобы вы сразу могли эту запись взять если кто-то захочет конечно и наверное я также выложу и слайды чтобы вы могли и эти вот сегодняшние слайды сразу скачайте не ждать когда вы попадете на нашу организацию где уже будет все материалы